Городу химиков и энергетиков 60 лет. Новочебоксарск есть чем гордиться. По таким лозунгам уже вовсю идут мероприятия. Правда, с соблюдением ограничительных мер. Как отмечает юбилей самый молодой город Чувашии, поговорим с начальником отдела культуры администрации города Новочебоксарск Еленой Погодиной. Лена, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Новочебоксарск есть чем гордиться. Почему был выбран именно такой лозунг? Есть чем гордиться. Эти слова в полной мере характеризуют нынешний Новочебоксарск. Ведь за прошедшие 60 лет город строился, развивался очень быстрыми темпами. Появление нового города было обусловлено потребностью страны в химическом производстве. И на строительство города приезжали люди со всей страны, с разных уголков нашей огромной родины. Ехали они вместе с семьями. И поэтому в учреждениях города оказались специалисты, имеющие огромнейший опыт работы не только в строительстве и промышленности, но и в социальной сфере. Это позволило динамично развиваться с жилищно-коммунальному хозяйству, образованию, культуре, спорту, здравоохранению. И в том, что современный Новочебоксарск на сегодняшний день является центром передовых технологий во многих отраслях. Это заслуга лишь только жителей города самих. И с каждым годом облик города меняется. Город растет и развивается. Появляются новые микрорайоны, учреждения, предприятия. Благодаря поддержке республики ремонтируются дороги, здания, сооружения. А также закупается, приобретается новое технологичное оборудование. Новочебоксарск могу сказать, что, наверное, единственный город в республике, который может сказать, что по сегодняшний день здесь живут наши первостроители. Это те люди, которые принимали непосредственное участие в закладке первых бетонных блоков, первых жилых домов, участвовали в городе. У нас в городе имеет отрасль культуры. То есть наши творческие коллективы занимают почетные места в различных всероссийских, республиканских конкурсах. Какие культурные мероприятия, Лена, стали традиционными для новочебоксарцев за эти годы? В январе месяце во Дворце культуры «Химик» проходит одно из самых ярких и масштабных мероприятий. Это фестиваль Новочебоксарск – город единства народов и культур. Это самые разнообразные выставки народов и представителей этноса, проживающих на территории города. Чуваши, русских, татар, марийцев и других тоже национальностей. Жители и гости города могут поближе узнать традиции и обычаи самых разных национальностей, воплощенные в ярких выставках. Также можно посмотреть выступления национальных творческих коллективах. В преддверии Международного женского дня в городе проходит фестиваль женских клубов. У нас их в городе более 20. Женские клубы представляют выставку народного декоративно-прикладного творчества. Это вышивки, бисероплетения, вязания и другие направления. 18 ноября Новочебоксарск отмечает свой день рождения города. В 1960 году бригада бетонщиков «Стройтреста-4» заложила первый бетонный кубометр «Фундамент первого дома» под номером 18 по улице Коммунистической. Именно с этой улицы начинается наш город. В честь дня рождения Новочебоксарска в городе проходят массовые праздничные мероприятия. Это встреча с нашими первостроителями. Это праздничные мероприятия во дворах, в учреждениях культуры, в учреждениях спорта. Проходит традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная дню рождения города. Если в ноябре день рождения города Новочебоксарск, почему тогда сейчас идут праздничные мероприятия в августе? Было принято решение по погодным условиям, приятным, благоприятным погодным условиям проводить день города именно в конце августа, в последние выходные августа. Но в этом году, к сожалению, из-за пандемии все проходит в режиме онлайн практически. Как в этом году Новочебоксарск празднует свой юбилейный день рождения, свое 60-летие? Уже с 1 августа в городе стартовал марафон праздничных мероприятий Новочебоксарску 60, будь в кадре, где каждый житель города, ну и также любой желающий из других регионов России мог принять участие в онлайн-акциях, флешмобах различных, мастер-классах, посвященных Новочебоксарску. Данный марафон продлится до 28 августа. В рамках арт-города проходил флешмоб «Праздник на ладошках». Участники данного флешмоба разукрашивали свои ладошки в различные цвета, рисунки рисовали, посвященные дню города, и также делали фотографии и размещали их в социальных сетях. Новочебоксарск – город спорта. В связи с этим следующий блок марафона посвящен физической культуре и спорту. Также в социальных сетях жителям предложили принять участие в танцевальной акции «Новчик челлендж», где нужно было повторить танцевальные движения, как видеоролики, снять свой видеоролик и также разместить в социальных сетях. Следующий блок марафона называется «Город гордости моей». Для участия в акции надо было записать видео поздравления на фоне какой-либо достопримечательности города, стелы, памятники, скверы и разместить также это видео в социальных сетях. С хэштегом, да? С хэштегом, конечно же, Новочебоксарску 60. В городе прошел увлекательный квест «Открой свой город заново». Участникам квеста предложено было пройти по маршрутам, разработанным заранее, отыскать на зданиях, сооружениях памятные доски и мемориалы, сделать фотографии, на их фоне и прочитать информацию о том, кому эта доска посвящена. Творческий конкурс улицы города – это конкурс мини-рассказов об улицах города, лучшие из которых будут опубликованы в газете «Грани». Поступает много работ мини-рассказов об улицах города. Жители города активно принимают участие именно в этой акции. В своих рассказах жители повествуют о таких известных личностях, как Евгения Крутова, как Вячеслав Винокуров. Вячеслав Петрович Винокуров – первый герой Советского Союза из Чувашии, участник трех войн, награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени и различными медалями. Давайте перейдем к культурным объектам. Какие площадки удалось отремонтировать в этом году в юбилейный год Новочебоксарства? Площадки или учреждения? Культурные объекты, учреждения. В этом году был произведен ремонт фасада, главного фасада Дворца культуры и химии, который является центральной главной площадкой при проведении всех массовых мероприятий, что День города, День республики, День России. В учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства были проведены ремонтные работы, было закуплено новое оборудование, приобретены музыкальные инструменты, учебные пособия. Библиотеки города обновили свой книжный фонд. Новочебоксарску 60 лет в этом году. Основные торжественные мероприятия с соблюдением ограничительных мер пройдут 29 августа в субботу. Что запланировано на этот день? В этот день запланирована традиционная зарядка со звездой, но в связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой данное мероприятие пройдет в режиме онлайн. Заслуженным тренером Чуварской республики для жителей будет предложен видеоролик с спортивными упражнениями, которые каждый житель сможет повторить. Подарком для жителей города в этот день станет медиаконцерт, который можно будет посмотреть в социальных сетях. Для жителей с поздравлениями выступят творческие коллективы города, а также известные звезды Чуварской эстрады. Вся подробная информация будет размещена на официальном сайте города Новочебоксарска, а также в социальных сетях. В день города доброй традицией стало открытие новых социальных объектов. 29 августа состоится торжественное открытие вновь построенного детского садика телей на 200 мест. Лена, что важного пожелаете Новочебоксарску и жителям города? Исполнение каких желаний, скажем, в ближайшие 5 лет? Это место для каждого из нас значит что-то важное. Кто-то здесь родился, кто-то встретил свою первую любовь, кто-то добился каких-то достижений, кто-то исполнил свою мечту. 60 лет – это такой возраст, когда есть уже накопленный опыт, свои традиции, но продолжается развитие, раскрытие потенциала. Желаю всем жителям города Новочебоксарска быть открытыми для новых свершений, оптимизма. Пусть в каждом доме, в каждой семье царит гармония, счастье и благополучие. Всем крепкого здоровья, с наступающим днем города Новочебоксарска. Мы тоже поздравляем Новочебоксарск с юбилеем. Желаем молодому городу расти и развиваться. С днем рождения Новочебоксарск, с праздником новочебоксарца! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова